Руку Можно бить уже Вот это называлось только упражнение возьмите Ну и соответственно вторую руку также Можете дома попробовать, скажем, минуту, другую На одну сторону, на другую Это можно каждый день делать Обретая навык Потом, когда навык пойдет, вопросов, бой начинается Оп, силу взял в руки уже Руки наполнены силой, а тело Ненапряженное Почему это я рассказал? У меня образов много Вы меня возвращаете на рассуждение Прямо как проголодец, кстати, скажу А? Да Колодец А как мы от колодца попали в напряжение? Помогите Тело начинает проводиться Да Тело должно быть не напряженное Если оно напряженное, напряжение вас убьет Есть у кого-нибудь медицинское образование? А? А? Но мы сейчас таки считаем Вот, он сейчас пред подтвердит Что нас убивает? Нас убивает напряжение Был такой канадский Паталогонат в конце лет Скрывал людей, изучал причину смерти И пришел какому-то стресс Пряжение тоже убивает Поэтому надо уметь расковываться У вас ткани сразу свободные Кровь свободно протекает, лимфа свободно протекает Закислений нет Вот это надо уметь делать Вот это надо уметь делать Да Попробуем сейчас такое движение Вот вы взяли колодец И начинаете Можно двумя руками взять здесь Можно одну руку попробовать Попробуй сначала одну руку поделать Ноги у вас все время В современном стиле Все время сильное положение Здесь все расковывается Сначала одну руку А потом вы начинаете Смотрите, что делать Вот отсюда движение идет Раз Вот она тяжелая Уже получается рукой сдвинуть И ты как-то телом Пытаешься что сделать? Накатиться А, я добавлю Егор вам показывает Очень крутые вещи Которые на самом деле До которых люди, которые занимаются единоборствами Доходят Через годы тренировок Он вам сразу их объясняет Это здорово У меня есть друзья У меня есть товарищ У него штатантус Я ему показываю Сказал Короче, он маленький ручки Которые он ставшим датом Ну, да Скажем так Вот этот казачий крест Это уже вещь такая Которое велись им показывает Но сейчас в такое время Когда можно На русском людям Все это раскрывать Показывать Ну, как это применить Смотрите Вот Например Сошлись В борьбе с человеком Да Вам надо Либо его К себе Притянуть Либо, например Его От себя Оттолкнуть Если, например Это задняя подножка Вот я сразу залезу сюда В некоторое дело Задняя подножка Человек упирается Вот Лучше сюда сместись Что он видно было В самом движении Вот Я пытаюсь его свалить А он что делает Мое движение бить На встречу Накрывает свое движение Да Как образ на образ Потому что Бой это что У меня один образ У меня другой образ У кого образы точнее Кто побеждает Да Ну и кто и быстрее Вот Вот Поширей было Нагле Я пытаюсь его свалить Туда Ну-ка Здесь скрутка идет Если она все добрая Вот Ногу убивают И Махают И Вот это место туда бросается Так Поддержит А Она редко проходит Соревнования Потому что Тебе еще надо сюда зайти И в бою тоже Еще одну кость на это Требуется время Вот Ножку положил Вот Смотрите А при напрягке И вот смотри Вот Ну колодец То есть Я не упираюсь в его силу А что делать Обкатываю его То есть Я не напрягаюсь И не побеждаю его силу А я его силу По касательной все время обхожу Вот это важно Давайте попробуем сейчас Эту штучку сделать Вот Друзья же Человеку Надо его к себе Притянуть Вот Башкой например Треснуть Тянете Он упирается Вот взяли Вот здесь Расковарочный Здесь свободный фон При этом Удерживаете натяжение А вы берете Вот смотрите Таз работает И вот У вас Вот это колодецное движение Видите как Оп Потянули Попробуем Да Давайте Пара Один Закрепился Другой Попробовался Поймать Такое простое упражнение Вы делали Ну Какая-то мышца-то должна быть Да? Мужчина Правильно? Да Вот Зацепились Пальчиком крепить тоже Да? Стали подняться И смотрите По колодцу По колодцу По колодцу Начинаем делать Все время Удерживайтесь натяжение Чтобы у него нагрузка была Он мне нагрузочку дает Я ему даю нагрузку И вот Можно Одно Натяжечка Такая Вязкая Медленная Называется Традиция Медленная вода И все обучение Она ведется Через медленную воду Чтобы ты мог прочувствовать Прожить телом Это все движение Посодерцать его Да? Посодерцать Пошили можно И смотрите Начинаете Вот Вы видите Здесь Я вытянул Он не идет Поэтому Смотрите Сначала Таз идет Потом Идет Рука На колодце Можно делать Броски Можно делать Удары Например Вот Мы стоим Если Я плечом Замар делаю Это видно Человек реагирует Сюда чуть-чуть А важно Чтобы Он не успел Ничего сделать Поэтому Вот у меня Видите С тела идет Движение Это По колодцу Удар Видно По колодцу Также По колодцу Можно удар разбивать Когда Сжигать И сразу По колодцу Удар Видно Руки Здесь Вот Сбил И сразу Отсюда У вас идет Движение Как получается В одном движении Вот Чтобы Движение Прочувствовать Попробуйте Поиграть Сейчас Ручку Сцепите И Ножки Работают У вас И Начинайте Нарабатывать Эту разножку Чтобы У вас Вес тела На один на ногу Перетекал В бою-то важно Я же Поскольку Понимаю Есть полный комплекс На выходных На тренинге Все мышцы Прорабатываются Они должны работать Причем Не только мышцы А цепь Да Это самая главная Мышечная цепь Или анатомические Поезда То, что позволяет Вам Даже если вы Не очень сильны Пока что Используйте все Что у вас есть Можно Убить Раскладку руки Использовать трицепс И таргетные мышцы Да Можно что сделать Включить Влажиться Влажиться Это важно Попробуйте Чтобы у вас Представление Прилилось Я Все это четыре движения Смотри Попробовали Интересно Да? Чувствуете? Сейчас Даже скажу Значит Что еще в традиции Важно Голота Попонять Сильного положения Он про него еще и похож Значит Одно движение Это колодец Оно позволяет организовать Движение Вот в этой плоскости Какой? Да Сюда Отсюда Соответственно Вы можете снизу Да? Можете бить сверху Можете Сюда Бросок делать Какого-то Можно потянуть Да? Можно И бросочек Или наоборот Туда и выбросить То есть Оно позволяет Вот это раз Выдать Руковое движение Другое движение Называется Жирнова И все эти движения владели Потому что Все доставали Другое движение Жирнова Два круга Вот вы начинаете Движение такое запускать Рукой тоже Ногу не наделаешь Да? Встанешь Что начинаешь? Начинаешь Включать Таз Вот такое движение То есть Таз работает Рука просто Движение 15 кг Не больше Удар Должен быть точно То есть 15 кг Он чуть-чуть Убрал А ты покажешь Как раз Такие вещи Еще же есть Одна такая штука Что 15 кг Это Для оппонента Который Или отвлечен Каким-то воздействием Или расслабился Или что-то еще Если человек Навучился То Надо как раз Вложиться Или отвлечь его Я вот как раз хотел Чтобы ты Показал Как работать Против ММАшника Бойца смешанных стилей Против Борца Боксера Добро Сейчас я Все четыре Хотя бы Сейчас попробовать А там выходные Уже подробнее Добро Сначала Вот Посмотрите И все в традиции В плясе тоже было движение Вот например Плясовые движения Вот они тоже Видите как Крылья работают В плясе В основном Движения были Плесовые Вараханы Например Владимир Щенин То есть это тегерев А у него движения Такие как Укрыльями Или Соколом Вот смотрите Плесовые Плесовые Игровые движения Раз Рука Смотрите Захлестнулся Если я его потяну Он отвлечит сразу Он напрягается Поэтому что важно Ручка пошла Рука на месте А таз продолжает движение И уже рукой Движение продолжает Здесь И Подплыл Немножко После этого Можно Плавать Вот Пойдем Выдем Не Не Все Что мы можем делать Незаметно Во Теперь Здесь В Богично Собухи один с головой разбитый боксер всегда с разбитой рукой здесь ничего тренировать не надо здесь ничего тренировать не надо если бы у нас руки были предназначены для жара здесь не были бы копытом как он, как у народиста Так и есть, да, но в 45 лет ему, ну, сильно, ну, своего надо беречь всегда, потому что есть возможность тренироваться, снимать медицинский. У меня есть знакомый, да, здесь вот все срослось, но ему 45 лет и, точнее, погоду предсказывать ему просто не было. Потому что все болит, погода меняется, он говорит, сейчас 15 градусов, все болит. Шаман. Все болит, кости болят, все болит. То есть это здоровье не добавляет. Я слышал, что удары кулаками это изначально хулиганская тема, показуха перед девочками, кому-то нос разбить, кровь впустить, а воинская открытая ладонь, потому что если воин ударит кулаком в шлем, в кончугу, разобьет руку, то все. Вот, что еще важно? Важно еще, что у тебя борьба строится, она на поясках. Поэтому, ну, тоже борьба на поясках, это важная вещь, потому что раньше пояс был всегда у кого-то, у кого мечи, да? Если он бою, ты меч как, ну, там, Башова назывался, там, мечом достать не можешь, за кочугу не схватишь, за доспех не схватишь. Взять только можно за поясочек. Поэтому традиции тоже боролись на поясках, там тресные вещи есть. Вот это жернова. На жерновах тоже вот эти боковые удары, видите, как они будут. Причем ты удар наносишь, а уже у тебя идет движение в другом направлении. То есть ты можешь что делать? Раскидывать вот эти удары, именно раскидывать, накидывать и раскидывать. И вот она ручка, видите, как гуляет. Третье движение, гармония. Оно такое хитрое, то есть это движение, которое нарабатывает вот движение. Вот оно, как на гармонии, видели, играешь, да? То есть подсобрался, разложился. То есть сложился, сгрузочку делал, разложился. Это не то, что от полки дров похож. Вот раз, сюда ручка, и выходишь. Такое призовое движение. Например, в час такая ситуация, когда в борьбе это оказалось вот здесь. Очень интересно, да? Многие борзины пытаются что-то выиграть. Важно, чтобы было сильное положение. Спинка прямая. Называл столбиком. Под столбиком все время. А сел чуть-чуть, подсадил его. Смотрите, и отсюда, отсюда. Ты как бы просто на гармонии играешь. Смотрите, и все. Это называется гармония. Как это можно использовать? Видите, в шаги пишутся. Вот таким образом. В шаг. Ну, и... Я поясню, вы, наверное, не понимаете. Егор медленно показывает. На самом деле это может быть удар, который человек, ломая челюсть, крык, просто Андрея бережет. Можно добавить. Можно сюда добавить. Можно захлестнуть там, подломать. То есть это называется приклад. То есть в бою какая задача? В спорте, да, мошки накидать, да? Если бой идет, то, как правило, контакт будет, ну, в несколько секунд. Давай попробуем учение. Упражнение такое. Да. Чтобы они практически сделали. Упражнение. Ну, давайте, да, просто стойте сюда. Попробуйте силой человека передали, да? А потом попробуйте, что сделать. Как вы представьте, что на гармонии играют. То есть вы, видите, ручки работают. Они опять не давят на него, да? Вы его силы обходите. Смотрите, где он слабенький. Это важно. Вот здесь вот. А почему же поясы? Разлаблены? Нет, все расслаблены. Плечи, да, расслаблены. Почему? Раньше вот каракуды водили. И в каракудах, вот, например, демонит, то есть каракуд, ты руки напрягешь здесь, а его вот два часа водили. Руки здесь. То есть, что делали? Плечи, учились расслаблять. И вот два часа, ручки здесь. Они в итоге тебя не напряжены. Ну, кто боксом занимался, знает. Плечи напряг. Две минуты, все. Руки должны быть расслаблены. Знаете, пожалуйста, мы подошли, пошагнули вот сюда, плотники встали. Осели немножко. Выдох. И здесь не давите на него, а как бы вот вокруг него, как бы за него. Вот. Хорошо, да, попробуйте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.